Ребята, всем привет! Сегодня третье число, и мы со Славой едем на передачу шоу музыкальное, которое называется «Ну-ка, все вместе!». И мы очень нарядные, потому что мы едем сниматься на телек. Единственная проблема, что там как бы всё начинается скоро, а мы ещё не приехали. Ну, это как всегда наша тема, но я думаю, что мы, даже если и опоздаем не сильно, короче, сказали быть в 4, а в 4.40 начало. Вот, а ещё мы ничего не ели, я утром встала, помыла голову, было 12.30 я встала, для меня это было сложно. Вот, и я безумно волнуюсь, я вам вчера об этом рассказывала, но думаю, что всё будет норм. Сейчас 3 часа 17 минут, ехать нам 38 минут, и мы ещё не кушали ничего. Нам нужно заехать хотя бы в какой-нибудь несчастный Макдональдс, просто чтобы не умереть с голоду, поскольку съёмки будут до 11 часов ночи. Вот так. Вот, сейчас я посмотрю, сколько нам ехать. Но мы просто не поедем той дорогой, где риск образования глухой пробки и всё. Ладно, придётся не есть, это очень плохо. Ам-ду-да-буди-да-будай, буда-буди-да-будай, буда-буди-ба-ду-ба. Когда опаздываешь на съёмки. Ладно, пофига. Смотрите, я нацепила вот такие серёжки. Вот это колечки. Я видела, что там все, у кого что-то блестящее, всё это блестящее очень сильно блестит, поэтому я такая, ой, это будет моей фишкой. Буду вот так вот. Вай, мне так понравилась эта песня. Там у одной чувихи просто от носа до шеи висюльки такие висят, как будто она и на пришелении стоит. Да-да-да. Её постоянно снимают, и даже не видно, что она там рот открывает. Но главное, что она выделяется. Она вот так вот тебе делает, у неё типа такие бл-бл-бл-бл. Ужас. Суть шоу в том, заключается, что вот приходит человек, он поёт. И если мне нравится, как он поёт, я нажимаю на кнопку, встаю, беру микрофон, и я как бы должна с ним петь. То есть я ему отдаю прям свой голос, поддерживаю его своим голосом. Потише делай. Но проблема в том, что я уверена, что там будут, во-первых, на английском песни, во-вторых, просто песни, которые я не знаю слова. А я все песни знаю. Ты знаешь, сколько я песен перепел в своей жизни? Извините. Извините. Не, ну я знаю, что ты дофига песен знаешь, но я-то нет. Что с этим делать? Не знаю. Просто танцуй. Да, я буду просто танцевать. Делай вид, что тебе весело. Мы уже со Славой договорились, что если там будет какая-то романтическая песня, и если мы встанем, если она нам понравится, выступление, то мы, короче, будем танцевать с ним. Надеюсь, что нас с ним будут вблизи. И мы висюненьки. Вот, едем. Пока что пишут, что в 4.02 мы там будем. Но что делать тогда? Будем подыхать с голоду. Ура! Везде не жрать. Круто. А ты говоришь, зачем я кофе взяла? Что-то толкать. Ну, хоть что-то. Хоть попить могу. Ты и там попить, поскольку. Ну, может быть, там будет что-то пожрать. Ну, там, как обычно, должны стоять. Все-таки они же снимают две программы в день. Витинговые автоматы должны стоять. А-а-а. Да. У нас всегда витинговые стоя. Просто будет тупо. Ну, у нас такой прикол был на проекте, что, типа, нам вообще не разрешали никуда выйти. Мы ночь. Просто были в стрессовом положении. И некоторые ребята, когда мы участвовали в шоу еще давным-давно, некоторые ребята в обморок падали. Да ладно? Да, некоторые отказывались от участия. Говорили, вы что, типа, охренели? Я хочу кушать или я хочу в туалет. Почему вы меня не выпускаете в туалет? А это был специально такой, ну, маневр для того, чтобы... Ну, это психологическая была проверка на устойчивость, и некоторые не справлялись. Вот. И, ну, то есть, из разряда тебе нельзя было даже выйти просто в туалет по... Ну, по маленькому. Тебе говорили, нельзя. Извините, нельзя. И спрашивали, а почему нельзя? И все, кто работал там, работники, помощники, они ничего не оговорили, ничего не отвечали. Говорит, мы сейчас узнаем. Мы сейчас узнаем. Это специально? Да, конечно, это было специально. Это была психологическая проверка такая на прочность. И мы, и мы с Маркусом, с Фаризом, мы, ну, мы как-то там прям хорошо дружили всегда. И мы придумали, мы... У нас была вода, был сахар. И вот мы наливали воду, фигачили туда сахар, и вот, типа, пили просто воду с сахаром, и нас вставляла глюкоза офигенно. И, ну, мы продержались нормально, хорошо все было. А потом в эту бутылку писали? Нет. Ну, это на самом деле, не знаю. Почему? Что? Зачем так учить? Я не сказала, что это тупо. Ты сказала, это на самом деле... Хотела сказать тупо. Нет, я хотела сказать тупо. Что-то меня не угадало. Я тебя просчитал. Хочу в Дубай! Я так волнуюсь. Мы вчера перед сном смотрели это шоу, чтобы посмотреть вообще, как там все происходит, и мы узнали многие детали. Например, нажимать на кнопку можно только после какой-то волны, которая говорит, что можешь голосовать. Блин, вообще я... Ну, на самом деле, это круто. Я была один раз на музыкальном шоу на главной сцене. И это было очень волнительно и очень круто. Но это было ужасно, ужасно сложно. Из-за того, что я там участвовала не просто как, типа, зритель в зале, а я что-то говорила, выходила на сцену. Причем самая первая! Ты знал? Я сам вам включу, смотрите. Ты говорила. Дамы и господа, встречайте. Юлия Пушман, Карина Каспарянц, Макс Брандт, Никита Лол и Роберто Панчвидзе из проекта МДК. Страсти в интернете разгорелись совсем не виртуальные. Мы стали свидетелями настоящей звездной битвы. Вот, это было безумно страшно. Я там была с 12 дня до 12 ночи, по-моему. И весь день, короче, были всякие репетиции, генеральные репетиции. И, наверное, три репетиции было только у нас. То есть проходил весь концерт. Потом выходили мы, что-то говорили, садились. И так было три раза. И потом уже, типа, вот, все, финиш. И это было жутко страшно, просто жутко. Мне нравятся всякие шоу. Это прикольно. Но находиться там очень волнительно, если ты не просто зыркаешь. Понимаю. Но это опыт, это просто... Да нет, понятно. Это просто, когда ты всю жизнь... Я всю жизнь за кулисами, за сценой всегда жду выступлений, типа... Ужас, я бы не смогла так. И самое страшное всегда это ожидание. И как бы я уже, ну, я постоянно с самого детства чего-то жду. И я тоже сейчас еду, переживаю, конечно, немного. С какой минуты, как ты думаешь, ты будешь понимать? Ну, не минуты, а секунды, что тебе понравилось выступление. Если тебе понравится, ты сразу будешь вставать? Нет, это все зависит от выступающего. Если выйдет какой-нибудь человек, который не сразу раскроется, то я не смогу ответить. Ну, в смысле, нажать на кнопку. Мне кажется... Потому что... Ну, это так работает. Потому что есть люди, которые могут с самого первого мгновения, с первой секунды зацепить. Типа на часть секунды петь, и ты такой... Просто только она открывает рот, и ты понимаешь, что это... Это талант. Это просто... Это все. Только она открывает рот, и ты понимаешь, что это талант. Да, записывайте в цитатнике от Славы Бачилы. И вот. А есть люди, которые могут хоть 10 песен спеть, но они никакие. Ты понимаешь, что как бы не раскрыт потенциал. Нет, не думай, а просто потенциал не раскрыт. У всех людей есть какой-то заложенный уже есть свой потенциал. Кто-то наработал, кто-то... У кого-то он с рождения. И вот тут фишка в том, как ты распределишься этим, да, и чтобы все 100 человек встали прям с секунды. Но знаешь, еще какой... Какой момент я вчера, позавчера понял, когда смотрел это шоу. Я понял, что больше 50% ситуаций, которые там происходили, они все какие-то, знаешь, были люди, которые талантливые выходили, они пели красиво, ну, песня была так, ну, какая-то средненькая, и типа никто не вставал, не подпевал. И плюс-минус статистика поднятия экспертов была, ну, типа, средней. И тут выходит средний артист, ну, певец, певица, и поет какую-то ооооочень популярную песню, которую знает, ну, просто каждый второй. И все хочется нажать просто, чтобы петь тоже эту песню. И все нажимают кнопки просто из-за песни. Вот единственный косяк этого шоу, я считаю, потому что, если мы едем туда, чтобы слушать людей, как они поют, их голос, их вокальные данные, соответственно, нужно слушать вокальные данные. Но нас... Прям как Сережа Лазарев. Но нас... Я профессионал, потому что я знаю, о чем я говорю. Но нас отвлекает песня. Мы сразу переключаемся на то, что слышат, на вот эту вот внешнюю оболочку, несмотря на талант, на качество, на вокальную постановку, там, на обору и так далее. И вот если песня выбрана хорошо, и плюс-минус ты хорошо поешь, то вероятность реально, мне кажется, 80%, что у тебя будет успех в эту же секунду, потому что за тебя будет говорить и песня, да, и твои плюс-минус какие-то среднечковые данные. Вот. Но если ты не совсем бездарность, да, естественно, и ты выйдешь и споешь Уитни Хьюстон, например, фигово, естественно, никто не встанет. Ну да. Но если ты, например, там была женщина одна, которая меня не очень впечатлила своими вокальными данными, но она всех подняла, большинство подняла, когда пела шаланды полные кефали, очень много встал народу, хотя вокальные данные у нее были посредственные. Вот, собственно, вот и казус всего проекта. Ну, как бы не знаю. Обычно все проекты заточены по тому, чтобы людям было, тем, кто слышит, слушает, было интересно, чтобы они вставали. А здесь, наоборот, сделано так, что приходят люди и, как бы, эксперты должны делать выбор, а люди должны, ну, мириться с этим выбором. То есть, если, например, пришла какая-нибудь девочка маленькая, плохо спела, но встали все сто, ну, грубо говоря, я утрирую, но говорю, все сто экспертов, то обыденному зрителю, ну, нужно все равно иметь какое-то свое мнение насчет этого. И вот он думает, блин, эксперты, все сто человек экспертов встали, наверное, она хорошо поет. Но, ну, блин, если сто человек встали, то, наверное, это реально круто. Просто я смотрю, там же не, ну, редко когда дофига встают. Бывает, дофига встает, да. Вот даже я сейчас, когда собиралась, тоже смотрела, ну, блин, я бы точно нажала, там, кнопку, и большинство нажали. А кто-то не нажал, кому-то что-то не хватило. Я понимаю, что мне очень понравилось, но это было не настолько, что мне хотелось просто в окно сейчас выйти. К чему я все это клоню? Я просто хотел сказать, что кажется, что вот не надо обращать внимание, по сути, на выбор экспертов, знаешь, потому что ведь это не самое главное. А самое главное, чтобы конечный зритель, кто смотрит это шоу, кто сидит там за, ну, сидит в зале, чтобы их это затронуло за дело. А то, что скажут эксперты, это, ну, мне кажется, мне кажется, это второе все-таки, на втором месте. А в шоу это поставлено на первое место. Вот в чем парадокс, в чем загвоздка. Ну, для меня это окно вообще, не знаю, ну, дофига шоу, где голосуют люди, просто люди. Это мое мнение, я не говорю, что я прав. Нет, я тебе объясняю, что тут как раз-таки прикол в том, что в этот же момент, в эту же секунду подсчитываются голоса. Люди голосуют, сто человек. На первом плане эксперты, а на втором уже там, ну, типа, в принципе, пофиг, что думают остальные люди. Например, там, типа, тот же голос шоу, там голосуют обычные люди, чтобы... Да, конечно, но чтобы они проголосовали, сначала к тебе должны повернуться эти твои наставники. Ну да, а что, в этом шоу есть какой-то финал, где голосуют обычные люди? Ты знаешь, я не знаю. Я не знаю, но мы же с тобой финал-то и не смотрели. Так я вот об этом говорю. Я думаю, что, может быть, там и есть, где обычные люди. Так вот я об этом и говорю, все. Ну так не знаю, просто все же шоу разные. Мне кажется, в этом как раз-таки и прикол, что сто человек стоит и сразу же тебе дает какой-то балл своим голосом. Ну, смысл твоего спора, я не понимаю. В смысле? Я что спорю с тобой? Конечно. Я с тобой не спорю. Что? Ты свое мнение сказал? Я свое мнение. Это обязательно спор? Ну, просто ты говоришь, ну, так, как будто мое мнение не верно. Почему? Нет, ты просто говоришь про то, что это на первом плане в этом шоу, в этом загвоздка. Я вообще-то дофига чего сказал, зай. Ну, дофига чего сказал, понятно. Что понятно? Что ты поняла, скажи. Что-то кушать я хочу. Я тоже очень хочу есть. Ну, кушай свой сникерс. Ну, я поем его вместе с тобой, когда мы туда приедем. Буду ли я сникерс? Да будешь. Я хочу что-то настоящее. Но, как по мне, так прикольнее именно то, что... Да надоели эти шоу, где зрители голосуют? Согласен. Надоели. Вообще все эти шоу фигня полнейшая. Нет, мне просто надоели шоу, потому что они все везде одинаковые, где типа голосуют люди, отправляют смс-ки, в контактах, еще где-то голосуют. Мне нравится это шоу, куда мы едем, именно тем, что там 100 человек с разным мнением, с разной вкусовой, с разной этим... Музыка нравится, че. И они голосуют сразу же. Им либо нравится, либо не нравится. Но суть-то не в этом. Хоть 100 человек экспертов встанет, хоть 1000 экспертов встанет, это не значит, что этот человек сможет задеть тысячу других обычных людей, которые слушают. Музыка не в этом вообще. Я просто выражаю свое мнение. Я еду сейчас туда и... Мы такие разные. Мне кажется, азарт этого шоу как раз таки и прикол заключается в том, что ты сидишь и думаешь, сколько человек проголосуют за вот этого выступающего. И мне кажется, это прикольно, потому что зритель сидит, и он может тоже сам представить себя экспертом и такой, блин, да, я бы нажала ему, я бы встала, вот так вот. И потом он смотрит на то, сколько людей встало из экспертов, сколько нет. И он может подумать, вы че, офигели, не встали, вообще офигенно же было. Или он может подумать вообще, как могло столько человек встать, мне вообще не понравилось. То есть мне кажется, что в этом как раз таки тоже какой-то прикол. За этим интересно наблюдать. У тебя есть свое мнение, и я не спорю. Это как бы... этому тоже есть место. Если, например, выйдет девочка или мальчик, ребенок, что я буду делать, если вдруг она или он споет не очень? Буду ли я вставать? Или ты встанешь? Для тебя это важно? Для меня... вот реально вопрос. Ты будешь обращать внимание? Для меня это важно, на самом деле. Для меня это важно, потому что... То есть если будет ребенок, ты захочешь, возможно, его поддержать? Конечно. Если будет ребенок, даже если он очень посредственно споет... Я не говнюк, знаешь, я не говнарь. Я, как и Диана Арбенина сказала, все-таки хочется быть человеком. И все шоу с детьми, вот, например, тот же «Голос дети» это очень жестокое шоу, с которым я на самом деле не согласен. И это лично мое мнение. Конечно, кто-то может сказать, типа, ведь это профессиональное шоу, дети знают, куда идут. Но я не знаю, как можно сказать. Ребенку нет. И мне плевать абсолютно на все окружающие мнения. Абсолютно плевать. Потому что для меня вот ребенок, если он вышел и начинает петь, он чудо. Он ангел. И даже если он фальшивит... Я не буду. Если плохо споет, я не собираюсь вставать. Ну, мне кажется, что... Ребята, напишите в комментариях, кто за, кто как считает, какое ваше мнение. Встали бы ли вы, если бы были на моем месте, ответили ли вы ребенку положительно, если бы она или он спел плохо, да, если бы вам не понравилось. Если бы не понравилось мне, я бы сказала нет. Я бы не встала. Потому что если ты отправляешь своего ребенка, или ребенок изъявил желание пойти на такое шоу-передачу, он должен быть готов к тому, что ему могут жестко сказать нет. Иначе не надо никуда идти. Потому что если ему потом говорят нет, он такой, твою мать, а что такое, жизнь несправедлива. Если ты идешь в мир шоу-бизнеса, будь готов к тому, что там будет жестко. Просто если ты ему говоришь сразу, да, ну нормально, я тебя поддержу, все круто, он будет думать, что все круто. И у него не будет цели, типа, улучшаться. Ну, как бы там, петь лучше, я не знаю. Ага, ага. Ну, мне кажется так. Ну, я не знаю. Хорошо, это вот твое мнение. И просто за то, что это ребенок. Твое мнение, и может с тобой согласятся даже несколько человек, я думаю, да, таких же, как и ты, бесчувственных черств. Я не бесчувственная, не черствая, я просто справедливая. Я считаю, что каждый человек... Это несправедливость. Почему нет? Это несправедливость. Почему мы должны делать скидку на возраст? А если другой человек, взрослый, например, даже до 20-летней, 25-летней приходит парень там или девчонка, очень хорошо поют, круто, но мы будем его судить суперстрого. Только потому, что ему там не 15 лет. Это несправедливо. Я встану, и я скажу ребенку правду. Я не буду говорить, что ты чудо-ангел, и у тебя все будет хорошо. Я так и говорить не буду. Я буду четко по факту говорить ребенку, что хочу, и что, ну, имею на это право. И имею право встать, потому что это ребенок. И также ты имеешь право не вставать. Это твой выбор, это твоя жизнь. Тебе с этим жить. Я думаю, что нормально я проживу. Я думаю, и я просто... Ну, я уверен в 100%, что ты хорошо проживешь. Посмотрите на мой внешний вид, детский сучий просто. Я нормально ли проживу? Я просто... Я думаю, что вряд ли выйдет какой-то ребенок, который плохо там споет. И я такая, фу, не вставать не буду. Если мне понравится выступление, реально я встану. Если нет, то... Ну, вот девочка бы вчера выступала, которую мы смотрели. Да. Ну, она посредственно спела. Обычка, я бы не встала. Ты бы навряд ли встала. А знаешь почему? Потому что я слышала исполнение этой песни не в оригинале, а другие там типа каверы, какие-то перепевки. И было намного круче. Намного круче просто. Ну, для меня важно тоже, чтобы было интересно. Чтобы было необычно. Чтобы было круче, чем то, что я слышала. Ну, мне кажется, я жесткий эксперт. Ну, ты не забывай про то, что мы сейчас говорим про ребенка. Про детей. Которые только в начале... А дети что, не люди, что ли? Ну, а зачем мы сравниваем ребенка... Например, вот та девочка из Дагестана вышла. Да, это было круто. То есть по ней сразу было понятно, четко, что у нее как бы там... Ну, вот мы сравниваем совсем разные, ну, экспириенсы. У той-то постарше, которая будет побольше опыта. Она-то позанималась побольше этой девочки, я уверена. Просто, понимаешь, даже если взять голос, я слышала, какие там голоса у детей. И если выйдет ребенок, который не вызовет у меня эмоции, типа, охренеть, ну, я не буду вставать. Потому что я знаю, что даже если ты ребенок, если ты талантливый ребенок... Ты, короче, жестко, ты баблажек давать не будешь. Мы все это уже поняли. Я как бы не это... Но это не значит, что я буду, типа, жестить вообще. Там, мне не понравилась одна нота, нет. Ну, как бы, нет. Мне просто главное, чтобы мне зашло. Если мне понравится и мне будет приятно это слышать, я встану. Если я буду думать, что... Ну... То я не... Я не знаю. Я не знаю, как карта ляжет. Потому что мы сейчас приедем, но он скажет, что вы опоздали пока. Да, но зато мы это, вон, видишь, поболтали об этом. Да, кстати, нам осталось ехать 13 минут. Да, но ты учитываешь, что сейчас без пяти четыре уже. Ну и что? Ну и что? В смысле, без пяти четыре? Времени. Без пяти минут четыре? Да, времени без пяти минут четыре. Нет, ты ошибаешься. Нет. Да. Сейчас 15-50 из десяти. Да. Заехали на территорию, и здесь куча разных павильонов. Нам нужен шестнадцатый. Восемь-девять. Очень волнительно. Десять. Вот это вот домик, да? Здесь живут. Да ладно. Не, походу, нам не сюда. Ненавижу, не есть. Вон там. Так много народу вообще. Десять человек стоит. В туалет стоит очередь. Вон паркинг. Короче, оказалось, что в шестнадцатом будут съемки, а здесь у нас вип-гримёрки. Благодарю. Куда идти-то? Где мы? Куда идти? Я не знаю. Тут написано вип-гримёрка для Юлечки. Из последних новостей. Мы зашли в первый павильон. Я не стала там снимать, потому что всё было очень сумбурно, и мне непонятно. И первое, что я вижу, когда захожу в такой коридор, где типа гримёрки, я вижу Люсю Чебосину. Я ей такая, она мне такая, и мы такие, привет! Она говорит, ты что, на эту передачу пришла? Я говорю, да. Она такая, бегите! Потому что она говорит, что шесть часов она просидела, и это вообще просто типа жесть. Настолько долго она не ожидала. Она не поела, она там в туалет её не выпускали, ещё что-то, короче, жесть. Она говорит, просто готовьтесь. Потом нам дали поесть что-то. Ну, конечно, мило, что что-то дали поесть, но я попробовала супчик, и это было не очень. Ну, вы знаете мой специфический вкус. Мне сложно угодить. Я увидела у редактора в телефоне, мы со Славой сидим либо на втором ряду снизу, либо на втором ряду сверху. Точно не знаю. Но Люся сказала, что кто-то там туда протащил баранки, и она у соседей просила что-то пожрать, потому что она безумно хотела есть, и у неё очень болел живот. Вот. В общем, жесть, то, что она рассказала, нам надо готовиться серьёзно, запасаться рубачкой. И я не знаю, как думаешь, где можно еду найти? Не в ресторане, а вендинговый. Ты где-то снимался же, говоришь. Ну, у нас были вендинги, стояли. Сейчас приедем туда, посмотрим, что там. Самое тупое, вот что я сейчас понимаю, реально надо было заехать в Мак. Просто надо было заехать в Макдональдс. Но мы этого не сделали. Потому что мы не хотели опаздывать. В итоге сейчас 16.47. Нам надо торопиться. Потому что в 5 часов мы должны стоять уже на этой платформе. Нифига. Так, мы пришли. Тут такая общая гримерка, где всех экспертов готовят. Там пресс-пол, за которым есть гардероб, где мы оставим себе свои вещи. Встретили Гришу. Даже взгляд наверх не поднять. Привет. Привет, привет. Надо вещи, короче, нам с кем мы встретим. Глядите, а, за кулисье. Прикольно. Тут все вот так вот выглядит. Да. Люся немножко меня успокоила, сказав, что фигня какая-то будет. В смысле, просто расслабься, Юлечка, сиди и жди. Вот, наверное, отсюда все выходят и идут петь. Да, я пошла петь. Я от тебя зависимая, с тобой мысленная. Вот, а мы, короче, сидим на пятом ряду. Высоко, ну и прикольно. Высоко сижу, далеко гляжу. Да, вижу. Я просто на кубиках, и это будет фейл, если я туда провалюсь. Очень страшно. Ты же боишься высоты? Шок. Где перила? Пипец. У нас Б. Б 9 и 10. Пипец, ребята. Я в шоке. Нифига. Как тут все выглядит? Извините. Идем вместе. А тут где-то написаны места? Да, да, да. Вот, смотрите. Открываете. Видите? А, ага. 14, наверное. Уважаемые эксперты, пожалуйста, проходите, занимайте свои места. Нам можно с вами провести инструктаж, а еще нам можно с вами отремонтировать. Точнее послушать репертуар следующего выпуска предоставящего. Пожалуйста, те, кто находится в павильоне, еще не на стене, осуществите подъем на эту стену. Друзья, сотня, поднимаемся на стену. Стена. Да, давайте мы начнем репетицию. Это моя кнопка. Блин, опасно так, мазик. Ты готова нажимать на красный кнопочек? Или нет? Короче. Мы с тобой вместе были, короче. Слева здесь должна была сидеть Люся Чеботина, но, к сожалению, она ушла. В общем, сейчас у нас будет репетиция, мы должны будем петь песню, гимн этого шоу. Ну-ка, все вместе, и мы будем это петь. И мы же слова не знаем, но здесь будет флёр, поэтому я думаю, что все будет нормально. Ну, вообще, сегодня так уж и видно. Она будет вот так вот делать, головой. Их убрали! Мы слушаем репертуар! Ладно. Ладно. Это круто! Никакого уже. Почти верну. Ура! Прагедия какая! Боже мой! Давайте дальше. Не верну. Короче говоря, съёмки идут. Уже вышло два человека, и они набрали сколько-то баллов. И два раза я вставала, и стоим мы очень долго. Просто невыносимо долго, что спина начинает гореть. А сейчас записываю, типа, как мы обсуждаем следующих участников. Типа, кто это будет, кто это будет. Блогер, блогер. Блогер. Блогер в деле пошла. Три часа уже прошло. Оля, три часа прошло со съёма как-то. Здорово. Слушай, я опять что-то там пожила. Я ожидала. Ну, сказала ты отлично, когда тебе дали микрофон, мне понравилось. Уже два участника прошли. Да, прошли. Мимо. Ещё впереди спорта. Ещё. Шесть. Шесть. Да ладно. Давайте по-моему обсуждаем, а не вы думаете, что мы обсуждаем. Короче. Сейчас выступал, по-моему, в пятый. Или шестой. Или шестой. Не важно. Не знаю, но... Короче, в этот раз к нам никто не подходил после Николайбас. А в прошлый раз, когда выступала девушка, она пела песню Филиппа Кенглорова. Снег. Да. Слава встал. Им понравилось. А я нет. И Николайбас как-то встает и такой говорит. Типа, ну, короче, обратился к Славе. И говорит, ну, давай, расскажи, что ты что-то встал. И Слава, что ты там сказал? Я бы сказал, что девочка молодец. Ей авторские песни петь. Не обращать внимания на то, что кто сколько её поддержал. Да. А потом, учитывая, что сижу рядом, я, который не встал, он такой, а чё это у тебя там справа? Юля. И, ну, в общем, я сказала какую-то фигню. Это я какую-то фигню сказал, ты всё нормально сказала. Да? Я такая говорю... У меня ещё такая фигня. У меня ещё такая была ситуация. Он перепутал меня, видать, Юли, и сказал, что у меня миллион подписчиков. Я говорю, у меня всего лишь 200 тысяч. А вот такой говорит, ну, и что, ты давно страницу обновлял что-то типа такого, что может уже миллион. Короче, сейчас мы сидим и ждём, когда выйдет ещё один следующий участник. И я говорю, нет, мы вообще со Славой сидим. Ну, уже не потны, нормально, но до этого вообще испугались, пипец. Страшно, пипец. Вот, и я сказала точно, что мне не понравилось, потому что я люблю песню Филиппа Киркорова. И, короче, не было бау, мурашек не было. Но, типа, вы классные, удачи вам, извините. Только что, только что. Всё закончилось. Мы в конце. Завтра одна программа или две? Пели песню. И сейчас, кстати, 22.41. Совсем не ночь. Ребята, шоу закончилось. И мы ужасно голодные. Мы сегодня ничего нормально не ели. В смысле, вообще ничего. Я сегодня съела маленький Сникерс, когда сушила голову. Это было, не знаю, часов 9 назад, наверное. Поэтому сейчас мы едем Хавайт. Куда угодно, что угодно. Завтра мы будем отдыхать. Верно, Мазик? Ну-ка, все вместе. Твой сладкий. Ну, как тебе рассказывай. Ну, как тебе? Твой сладкий. Ну, сладкий же. Давай. Ну, как? Я замёрз. А, да ладно. Ну, холодно на улице было. Ну, говори, как дела? Как тебе что-нибудь делать? Я впечатлён. Тебе понравилось? Ты пойдёшь ещё? Да, я надо. Это очень тяжело. Тут тяжело. Нужно я завтра прям в 9 сюда приеду. Серьёзно? Блин, ну на самом деле это было прикольно, да? Да. В принципе, я не знаю почему. Это было даже не так волнительно, как я ожидала. Как я всегда обычно волнуюсь. Конечно, я наложила в штаны, когда ко мне подошёл Николай Басков. Точнее, он не подходил ко мне, он просто стоял сзади и начал говорить про миллионники, миллионы блогеров. Я сразу поняла, что он говорит про меня. А потом он такой, типа, Слава. Я такая, фух. А потом, короче, понятно, и до меня тоже дело дошло. Но это было жёстко. Это было жёстко. Короче, мы со Славой едем домой уже. Ну, точнее, не домой. Сначала мы заедем, покушаем Макдональдс, потому что это самое быстрое, что мы сейчас можем поесть. Потому что мы сегодня весь день реально не едем. И на самом деле я в шоке с того, что там был такой накал страстей в несколько моментов. Я там успела и слезу пустить, и офигеть конкретно, и не согласиться, и согласиться с мнениями. Ну, в общем, интересно. Это был шестой выпуск для тех, кому интересно. Я, честно говоря, не знаю, когда он выйдет. Вот. Но Слава завтра поедет, кстати, ещё сниматься на утренний и вечерний выпуск. Там вот два выпуска в один день снимают. И когда мы сегодня приехали, там была Люся Чебозина, она утром была. И в итоге потом, короче, уехала, не осталась на вечерний, а мы остались. Ну, чё могу сказать, очень тяжело стоять. Очень тяжело стоять, когда ты, ну, проголосовал за, голос свой дал, поднялся, поддерживаешь. Очень долго болтают. И мне это всё понятно, конечно, нужно мнение послушать людей, почему кто-то встал, почему кто-то не встал. Но стоять безумно тяжело. У меня очень сильно болит спина. Не знаю, может быть, вы такие думаете, а что ты жалуешься, вонючка? Ну, реально очень болит спина. Я ещё на каблуках. Жесть, ну, круто, что там воду хотя бы даёт. Ну, и еду тоже предлагали, да. Вот, сколько снимали один выпуск? Шесть часов? Да. Короче, жесть, ребята. Ну, мне очень понравилось, на самом деле. Да, конечно, я понимаю, съёмки очень много времени занимают. Ну, мне не привыкать. Я просто знаю, у меня были съёмки намного сложнее. Это просто вообще, знаете, такое лайт по сравнению с тем, какие съёмки у нас были. Да даже тоже сидит за 90 секунд. Вообще там, блин, можно в 7 утра приехать и в 6 утра домой уехать. Поэтому норм. Нормально. Вот, я очень рада. Настроение у меня хорошее. Буду обязательно... Будем обязательно с тобой смотреть, да, этот выпуск? Да вообще. Обязательно. Будем смотреть, сколько раз у нас показывают, да? Телевизор включен. Как-то наша милочка лежит не пустует. Не мои родители. Солнышко, мы уже едем. Только в Макдональд заскочим. Это был прикольный опыт. Нам с Юлей понравилось. У меня вышла новая песня. А, да, кстати. У Славы вышла офигенная песня. Поэтому будьте добры послушать её и оставить... Ссылку я оставлю в описании. Будьте добры просто послушать хотя бы 3 секунды, чтобы понять... Ну, 3 секунды мало. Годно, годный контент или нет. И для меня важно мнение каждого. Я не прошу добавить её в ваш плейлист. Если не понравится, не добавляйте. Но мне сегодня, знаете, мне очень понравился Басков. Мне реально очень понравился. Басков, он сегодня был прям топчик. Он вот прям смешной, профессионал. Он прям молодец. Да. Я никогда не думал, что он, ну, может быть в таком ключе, да, как ведущий и... Ну, сколько лет, представляешь? Ну, он... Я скажу так, я скажу, ребят, что вот честно, он реально как профи. Вот реально профи. В общем, как? Я уверена, он профи. Он реально профи, да. Он реально. Это было здорово, потому что, конечно, мы там все были уставшие. И по нему тоже было видно, что он устал, что ему тяжело. Потому что он вообще, мне кажется, всё время стоял. Он же вообще не сидел. Это мы ещё могли сидеть. А он постоянно стоял, ходил. И с утра до ночи так. Поэтому, ну, конечно, это очень тяжело. Да, да, согласен. Но при этом всё, он заряжал и умудрялся нас, уставших, ещё реально в тонус какой-то приводить. Ну, блин, всё это классно было. Мне очень понравилось. У меня очень крутые вообще эмоции. Да. Было прикольно. Короче, смотрите нас в новом выпуске. Да. Не знаю, правда, когда он выйдет. Но это второй сезон. Если вы смотрите это видео через много лет, всё равно посмотрите на нас. Но я уверена, что в каком-то своём влоге я потом вставлю какие-то отрывочки, где нас видно. Там, когда мы будем смотреть всё это по телеку, тоже всё это запишу, выставлю. Но когда всё это выйдет по телеку, обязательно записывайте нас в сторисы, выставляйте, отмечайте. Нам будет очень приятно. Ну, просто, типа, прикольно. Ой, увидела своих любимых по телеку. Вот, так что настроение хорошее. Всё-таки неделя влогов, и я не могу с утра до ночи находиться там, поскольку особо много чего я там снять не могу. И говорить там особо нечего именно для влога. Ну, просто что-то происходит, и всё. Но я очень рада, что к нам подошёл Николай, что-то нам сказал, спросил. Короче, прикольно. В общем, ладно, мы в Макдональдс. Я вообще в шоке, как у меня камера не села до сих пор. Хотя, ну, много... Ты там чего много снимала? Ну, мы снимали нормально так, когда ехали туда, болтали. Вот. Так переживаю, как-то меня сняли, красивая я там вообще или нет. Да точно уж красивая. Просто я переживала постоянно за свои дурацкие волосы, которые я сегодня укладывала. И в итоге, мне кажется, всё равно не очень было. Ладно, пофиг. Не знаю, что я буду завтра делать. Отдыхать. Хочу дома навести порядок, потому что за вчерашний день, сегодняшний, конечно же, дома я не убиралась. Для меня это психологическая проблема. Вот. Ещё нужно позвонить маме, она очень хочет со мной поболтать и расспросить, что я там делала. Почему ты мне это сказала? Я просто маме не сказала, что мы туда поедем, и она узнала об этом из сторис. Папа тоже мне написал. И, короче, прикольно. Я только дедушке рассказала, что мы поедем на такое шоу. Но с ним я сегодня не общалась, конечно же, когда я с ним пообщаюсь. У него вообще на час позже в Грузии, поэтому, когда у нас 11 ночи, у него уже 12. Вот. И завтра уже буду со всеми болтать, рассказывать твои впечатления. Юля, к сожалению, будет в этот момент не со мной. Ну, я всегда с тобой, Масик, в твоём сердечке. Ага, ну да, да. Она снимает неделю влога. Угу. И мы кушаем, и я только что съела чизбургеры, и это было просто восхитительно. Я буду снимать влог через твою фону. Ребята, это было круто. Как себе идейка? Это было очень вкусно. Я просто в шоке. Сейчас я буду есть чикины. Я думаю, что я съем всё. Я съем всё. Вы знаете, когда я голодная, я реально могу съесть очень много, очень много. Ой. Сегодня будем отдыхать. Я ещё сегодня голову мыла, сушила, сто лет красилась, потела, переживала. Что же мне надеть? Немыслимо. И очень вкусно. Ребята, мне не верится, мы дома. Я безумно устала. Я уже разделась, собираюсь в душ. Только потом я вспомнила, что я же влог не закончила. Возможно, и не знаю, сколько я сегодня наснимала материала. Возможно, очень мало. Возможно, видос выйдет короткий. Надеюсь, что, конечно, нет. Но, с другой стороны, я очень устала. И поэтому надеюсь, что я быстро смонтирую. В общем, такой вот сегодня был день. Завтра мы с вами будем больше болтать про обычные штучки житейские. У меня ещё съёмки пятого должны быть. И седьмого тоже. И, в общем, буду завтра тоже такие дела решать. Ещё должен завтра приехать курьер привезти маски офигенские. В общем, ладно, всё остальное завтра. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее видео. Когда выйдет программа с нашим участием, я не знаю. Но, как только узнаю, вам сообщу. И надеюсь, что вы посмотрите. Да и вообще, всех люблю, целую, обнимаю. Безумно устала. Пошла в душ, потом монтировать видос и спать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok